Вчера у нас в колонии было родительское собрание. Кому смогли приехать родители, к тому приехали. Ко многим девчонкам не приехали, было немножко грустно. Там 90% девчонок изнасилованы своими отчинами. Это тоже повлияло на их психику, на их жизнь. Уже пошел 12-й год, как мы входим в колонию. Каждое воскресенье. У нас была очень большая компания тогда. Человек 15-20, очень много молодежи. И мы с женой пошли. Я взяла газету, читала объявление «Притвичинск дом». И мне сразу вот это название, да, в честь Иоанна Притвичи, поселок. Мне захотелось в таком поселке жить. Есть такие люди, которые нас могут поддержать, ну, не забывать. Понять. Понять. И, ну, вот даже я вот, ну, дни считаю. Бывают даже, ну, на пять минут где-то опоздали, уже там от окошка не отрываешься. Ждешь, ну, там часы, аж на часов не отходишь. Ага, три часа, когда же придут. Вот у меня с самого начала было такое представление, что мы должны, прежде всего, говорить им о Боге. То есть мы не пытаемся их привлечь в нашу церковь, да. То есть, в принципе, мы говорим только о Боге, да. О смысле жизни, о спасении говорим, да. А когда родствен твой, расточивший имение свое с глобницами, пришел, ты заколол для него откормлен его теленка. Он же сказал ему. Многие приходили, чтобы получить или кусок мыла, или там плавки, конверты, ручки. Именно за этим приходили. А вот те, которые, девушки, попали за легкие преступления, воровство какое-то, да, у тех покаяние очень редко бывает. Ну, я думаю, что они считают, что если будут делать уже самое более умно, то они уже не попадут и будут хорошо жить, да. А вот эти девушки, которые серьезные преступления совершили, да, у них есть покаяние, да. И они более серьезные к нашим встречам относятся. В общем-то, очень много девушек, которые побывали у нас дома. Побывали дома и жили день, два, три, неделю. Они как бы видели изнутри жизнь, как живет, ну, верующие люди, да, потому что они такого жизни не видели никогда. Потому что основная масса – это они из неблагополучных семей, из неполных семей, из пьющих семей. В колонию это уже обязательно, мы каждое воскресенье, вот как лето начинается, начинаются овощи, лук там, зеленый щавель, петрушка, салат. Мы все режем дома, редиска, да, огурчики. Всегда больше всего из всех гостиницах рады овощам свежим. Ну, потом сливы созреют, ягоды. Ну, у меня есть очень заветная мечта – это выйдя отсюда, пойти в церковь. Я ни разу не была в церкви и очень хочу сходить в церковь. Вот сегодня они такие, да, а может быть завтра это святые. Откуда я знаю, как их Бог поведет в их жизни? Как я могу на них смотреть с осуждением, там, с новой любовью? Обещают, конечно, все писать, но уже даже можно видеть по глазам, кто напишет, кто нет уже. Вот письмо пришло от Крестетки с Востока, с Дальнего Востока.